сегодняшняя тема любая женщина стремится к тому чтобы как можно дольше сохранить свежесть и молодость благо сегодня для этого есть все возможности и предлагает их по большей части косметолог однако очень часто мы соглашаемся на процедуры по омоложению которые не совсем соответствуют возрасту так слишком агрессивные процедуры по обновлению клеток могут больше навредить чем принести долгожданный эффект мы решили разобраться о чем все таки рано задумываться в кабинете косметолога до 30 лет плазмолифтинг эффективная процедура которая подразумевает введение собственной плазмы пациента предварительно ее забирают и обрабатывают уже после этого снова вводят для лучшего обновления клеток кожа буквально дышит по-новому что самое приятное эффект от процедуры длится почти год а значит не придется бегать на повторные сеансы несколько раз в месяц есть один момент соглашаться на подобную процедуру когда вам 20 28 лет не слишком рационально так как в этот период организм в большинстве случаев еще в состоянии самостоятельно регенерировать без посторонней помощи следите за состоянием кожи и обращайтесь к тяжелой артиллерии только тогда когда это действительно вам нужно биоревитализация популярная процедура которую обожают как клиенты косметологов так и сами специалисты далеко не всегда заметного эффекта увлажнения можно добиться с помощью средств вроде кремов и сывороток в этом случае на помощь приходит процедура биоревитализации которая направлена на глубокое увлажнение и активизацию выработки собственного коллагена часто пациенты прибегают к процедуре уже в 27 лет и специалисты не видят ничего плохо в этом но при условии что вы обсудили рациональность такой довольно серьезной процедуры в возрасте до 30 как мы уже говорили всегда отталкиваемся от состояния своей кожи фотоомоложение как и все процедуры направленные на поддержание молодости фотоомоложение не рекомендуется проводить как минимум до 32 лет суть процедуры заключается в использовании специалистам лазерного излучения которая запускает процессы регенерации также фотоомоложение помогает бороться с застойными пигментными питнами стоит помнить что процедура довольно агрессивная и может не слишком положительно сказаться на коже без видимых проблемы так что в случае если вы заметили мелкие морщинки но ваша кожа пока не нуждается в основательном омоложение попробуйте заменить данную процедуру пилингами или мизотерапии но уже после консультации со своим косметологом ставь лайк и подписывайся